Да, как мне и представили, я руководитель бэкэнд, именно Python и Go направления в компании RedModRobot. Непосредственно программированием я занялся после 30 лет. До этого я был инженер-конструктором, и в 30 лет, как многие бывают, такой переломный момент, и очень сильно погрузился в IT-сферу. В компании я уже около 5 лет, то есть начинал от простого разработчика, сейчас очень активно применяю. Сегодня я хотел бы поговорить о инструменте, таком как ОРМ, почему мы ее используем, почему используем именно AMP, и немножко рассказать, что она из себя представляет. Давайте перед тем, как вообще окунемся в эту идеологию, определимся, зачем нам нужна сама ОРМ. Почему? Потому что можно использовать непосредственно чистую скейль. Перед тем, как мы продолжим, я предлагаю, перейдите все по этой ссылочке, я немножко подержу экранчик, и проголосуйте, пожалуйста, за тот вариант, который вы хотели выбрать. То есть какой подход вам ближе. Чистый SQL, применение SQL Builder или применение ОРМ. Мне будет очень интересно посмотреть. И немножко определимся про то, что есть такое ОРМ сама. Да, я немножко расскажу. Что такое ОРМ? Это какая-то объектная модель над запросами в базу данных, которая намного ближе к коду, чем сам язык SQL. Но когда вы начнете спрашивать про ОРМ в чатах, я специально собрал некоторые отзывы про эти самые ОРМ. Можно прочитать, что на самом деле их хайтит достаточно много ребят, и достаточно толков. То есть я бы сказал так, что очень многие сильные ребята, которые познали, что такое ОРМ, что такое чистый SQL, очень часто говорят, что чистый SQL – это то, что нам надо. К сожалению, иногда молодые разработчики считают это прям призывом к действию и начинают применять этот самый чистый SQL. И сталкиваются с огромным количеством проблем, и о которых я бы хотел сейчас немножко затронуть. Давайте немножко посмотрим на следующую проблему, которая возникает, когда мы используем чистый SQL. Посмотрите на эту строку запроса. То есть мы форматируем и в строку по select from что-то там добавляем в строку. Видите ли вы здесь проблему? Дам вам одну секунду. Пока немножко поговорю, что этот код был мною встречен при техническом аудите в одном из крупных банков. В чем недостаток такого подхода, который мы сейчас здесь видим? Очень просто. Это прямая возможность для SQL-инъекций в ваш код. Если у нас нет экранирования field, того поля, которое мы вставляем, к сожалению, мы подвержены SQL-инъекции. Это одна из самых больших ошибок и самых страшных, с которыми мы можем столкнуться. И каждый раз, когда мы применяем чистую SQL, мы должны для себя четко понимать, что мы подвержены до опасности и должны максимально обезопасить себя. Первый из них – мы не используем такие конструкторы, да, используем классический конструктор, который представляет сам язык программирования. Он тоже не идеален, в нем тоже иногда находят возможности для инъекций, да, какие-то, но все же он более безопасен сам по себе, да, стандартные библиотеки языка AGO, нежели наши обертки, которые мы можем реализовывать. Пойдемте дальше, попробуем посмотреть на те ошибки, которые еще возможны. Ну, простой пример, да. Теперь мы сделали все правильно, сделали строку запроса, показали параметр для поиска и вот сделали запрос на получение данных. Проблема здесь в том, что ни один встроенный интерпретатор языка не скажет, что здесь есть ошибка. По факту ее здесь нету. Мы просто берем и для него, да, и в поля распаршиваем. Но, заметьте, поля last и first перепутаны местами. Это классическая ошибка, когда мы можем перепутать количество, то есть порядок селекторов, которые у нас существуют в SQL-запросе. Когда у нас два селектора, мы еще можем глазками это увидеть. Когда у нас несколько десятков, скорее всего, это может быть проблематично. И именно чистый SQL использовать очень опасно и подвержен таким ошибкам. Не все тесты смогут показать, что у нас действительно здесь присутствует ошибка. Это очень опасная и дорогостоящая ошибка, с которой мы можем встречаться. Пойдемте подальше, немножко посмотрим на ошибку, которая является чуть попроще. Посмотрите внимательно. Эту ошибку, конечно, проще поймать, ее любой тест-идей должен определить. Дело в том, что мы поставили перед from запятой. Вроде скажете, маленькая ошибка, которая действительно может встречаться, но когда у вас проект только стартанул, когда вы только развиваете свои модели базы данных, они все время растут, добавляются новые поля, такая ошибка встречается очень часто. Она очень обидна, и приходится все время обращать на это внимание. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там есть еще. И следующее, на что я бы хотел обратить внимание, как ни крути, но, скорее всего, в коде, там, где используете чистый SQL, у вас будет очень часто повторяться как минимум список полей, с которыми вам приходится взаимодействовать. И расширяя лишь одну маленькую базу данных, добавляя новые поля или убирая, вам приходится во многих запросах искать места, в которых надо удалить или добавить этот запрос. Это такая своеобразная боль разработчика, которая пишет на чистом SQL. Давайте здесь немножко паузу поставим и подумаем, какие выводы мы можем сделать из того, что я только что сказал. Первое. Мы должны понимать, что, как ни крути, когда мы говорим о скорости работы, готовый запрос к базе данных в виде SQL всегда собирается быстрее, чем любая обертка, либо SQL Builder, либо ORM. И является, возможно, более даже чистым написанием этого самого запроса, потому что база данных общается с нами, если мы говорим про революционную базу данных на этом языке. Но количество ошибок, которые провоцируют написание чистого кода, очень велико. Мы сейчас разобрали несколько типов ошибок, посмотрели, действительно, это боль разработчика, которая с ним работает. И для того, чтобы решать эти боли, поверьте мне, вы так или иначе начнете оборачивать свой код либо самописными SQL Builder, либо все-таки начнете применять какие-то свои. Поэтому вывод, который я бы хотел сделать здесь для вас, перед выбором инструмента по запросу в базе данных, внимательно думайте, насколько вы хотите действительно работать с чистым SQL. Для этого должны быть какие-то предпосылки. То есть действительно у вас сложные запросы, у вас ограничения по скорости, вы должны не тратить ни одной миллисекунды лишние на формирование этого запроса. Хотя по сравнению со скоростью запроса получения данных из BD, скорость формирования этой SQL, как правило, несравнимо меньше. Но все же. Поэтому не гонитесь за чистым SQL, потому что старшие товарищи хоть и ругают у РМК, но они делают это осознанно и понимают, на какие жертвы они идут. Поэтому здесь бы я рекомендовал вам присмотреться к инструментам, которые оборачивают ваш SQL тем или иным способом. Дальше я бы хотел поговорить именно о том инструменте, который мы давно начали применять в нашей компании. Это называется инструмент Go. Это ОРМК, которая описывает все связи внутри базы данных в виде графа. И она разработана одной из компаний, которая любит все описывать в графах. Это очень интересный и вкусный подход. То есть само представление вот этих связей в виде графа выглядит увлекательно. Это нас привлекло в свое время и показало, что не зря. Давайте посмотрим на основные преимущества этой библиотеки, с которой мы приходим работать. Первое. У нас есть строго декларативное описание всех полей и связей. Мне кажется, это основная фича любой ОРМК, и без нее ОРМ не является ОРМК. Следующее. Строгая типизация. Как вы заметили, когда мы писали чистый SQL, он не так сильно... Он не говорит, какие типы данных у нас хранятся в базе данных. Мы сами должны как-то себя обезопасить, когда читаем из базы, что именно мы читаем и к какому типу мы приводим. Строгая типизация с помощью которой представляет ОРМК позволяет связать наш код и данные в базе данных очень тесной связью, не разрывая. Следующее. Это генерация кода. Вся ОРМК от НТА. Она полностью генерится по той схеме декларативной описания, которую мы сделали. И последняя фишка, я ее написал со звездочкой, это встроенная миграция. Почему со звездочкой? Мы чуть попозже вернемся. Давайте немножко сейчас погрузимся в НТ. Я немножко расскажу вот эту идеологию графов, как она есть. Вот пример декларативного описания. У нас в папочке схемы мы описываем первую табличку, которая нам интересна. Это пускай будет табличка юзер. Это пример из официальной документации. Мы пойдем по ней. Я немножко подробно расскажу смысл. Так вот, мы определяем саму структуру этой таблицы. Пускай у нас будет сущность юзер. У ней есть два метода самых основных. Это набор полей или нот, если мы говорим про граф, и набор связи или ребер, если мы опять же переходим на идеологию с графами. То есть метод должен возвращать список полей и список ребер. Как это выглядит, если посмотреть дальше? Давайте опишем несколько полей. Здесь все просто. Мы говорим тип этого поля, наименование и даем какие-то ограничения, связанные с этим полем. Декоративное описание. Мы говорим это поле, это тип int, наименованные h, и оно может быть только положительным. Возраст не может быть отрицательным. Ограничений много. Стоит почитать в документации до рейкс выражений. Пожалуйста. пошлите дальше. Что дальше делать? После того, как мы написали эту декоративную структуру, нам необходимо вызвать генерацию кода. После этого в нашем проекте формируется папочка n, в которой огромное количество файлов формируется, но немножко остановимся на самых важных, которые формируются благодаря тому простому описанию, которое мы с вами только что сделали. Заметьте, наше описание достаточно простое, в 14 кода формируется, но с помощью него n уже сгенерировал саму сущность users, с которой мы можем работать. он создал четыре билдера на каждое из действий по кругу, то есть creabilite, read и update и набор предикейтов для того, чтобы можно было сравнивать при троготипизации значения друг с другом. Я не буду раскрывать подробнее, что там хранится, я думаю, каждый из вас может посмотреть код сам самостоятельно, он не такой сложный для понимания. Как же это будет выглядеть в базе данных и в виде графа. Давайте слева мы будем рисовать графовую структуру, справа то, что у нас представлено в базе данных. То, что мы с вами сейчас описали, это у нас нода пользователей и в таблице базы данных появляется такая табличка называется users, и у ней три поля. ID, заметьте, он по-моему очень появился, мы его не описывали, возраст и наименование. Для ускорения процесса давайте создадим, чтобы понять, какие бывают связи, давайте мы создадим еще несколько, они точно так же создаются, достаточно простые, как вы можете заметить. Это набор групп и автомобиль. Сейчас мы с вами попробуем сформировать следующую структуру, что у каждого автомобиля есть пользователь, то есть он кому-то принадлежит, но у пользователя может быть несколько автомобилей. При этом сами наши пользователи могут состоять в группах и не в одной, то есть мы можем в каких-то интересных сообществах состоять. Давайте попробуем создать первую связь. Для этого мы у юзера говорим, что у него есть связь к, заметьте, мы рисуем связь в сторону сущности автомобиль и называем ее Cars. Делаем опять GoGenerate, появляются новые куски кода сгенерированные и после этого мы можем увидеть, что у нас появилась связь между пользователями и автомобилями и называется Cars. Это связь один ко многим. Заметьте, точно так же в базе данных появилось новое поле, оно называется User Cars, но мы естественно можем назвать его так, как мы посчитаем нужным. Таким образом в сущности базы данных в Cars появляется поле ID пользователя этого автомобиля. Но если посмотреть на граф, заметьте, мы видим, что связь односторонняя. Мы не можем, то есть мы можем для пользователя посмотреть список автомобилей, но мы не можем посмотреть для каждого автомобиля, кто его хозяин. То есть в базе данных вроде связь уже настроена, а в графе такой связи нет. Что мы делаем для этого? Для этого в схеме автомобиль мы добавляем связь, обратную связь from, она определяется, называем ее owner к структуре User, делаем связь, что это обратная связь Cars и говорим, что она уникальна. Что из этого получается? Получается обратная связь в графе. При этом заметьте, в таблицах действительно в базе данных ничего не поменялось. Но в сгенерированном коде появилась возможность у автомобиля получить информацию о пользователе. Давайте теперь посмотрим, как будет реализовываться связь many-to-many группам. То есть в каждой группе может состоять несколько пользователей и пользователь может состоять в нескольких группах. Для этого первое. В группах показываем, что группа есть связь к пользователям и у пользователей есть обратная связь к группам, но заметьте, здесь нет префикса уникальности. Да, обратной. Благодаря указанию в двух моделях этого to-from мы смогли реализовать связь many-to-many назвать их как user groups. А в базе данных в этот момент появилась дополнительная табличка, которая связывает нашу модель группы с пользователем. это классическая money-to-many связь. Кажется, с одной стороны здесь немножко есть какая-то непонятность и путание с этим to-from, но на самом деле все связи, которые смогут быть в базе данных, легко описываются с помощью этой идеи указания ребер откуда-куда в графе. Здесь я показал все возможные варианты, которые предполагаются в end. Ну что ж, когда мы немножко познакомились с этой идеей, что такое есть ноды, граф, представление в end, давайте здесь немножко остановимся и подумаем, а что мы получили от такого вот описания. Это действительно необычное описание для ORM, я, скажем так, не так их часто встречал. Давайте посмотрим, какие выводы мы можем сделать из того, что только что посмотреть. Первое. У нас есть строгое декларативное описание всех сущностей в базе данных и их связи. Но мы получаем новые когнитивидные сопротивления, потому что мы должны описывать их не с помощью классических каких-то подходов, а с помощью этих to from, да, и по первости придется очень часто заглядывать в документацию, чтобы понять, как осуществить ту или иную связь. скажу по опыту, в какой-то момент ты очень быстро этим проникаешься и понимаешь уже эту идею. Но по первости, да, приходится немножко читать. Что ж, пойдемте дальше. Посмотрим теперь на самое интересное. А как же при таком описании, да, которым у нас есть, мы можем делать запросы в базу данных? Сделаем, посмотрим на классические запросы крут, на, вот, на создание объекта. Как у нас получается? Мы говорим, что у нас есть клиент end, да, мы выбираем нужную схему user и выбираем нужный builder. В нашем случае это create. Да, то есть мы выбрали клиент end, выбрали нужную схему, вызвали builder на создание либо на обновление. Потом мы говорим, какие поля мы хотим установить для нашего объекта, да, в нашем случае мы хотим установить hname, да, и сохраняем объект. После этого слева есть запрос SQL, который выполняется, да, мы вставляем новую строчку. Давайте посмотрим на чтение из базы данных, да, заметьте, мы поменяли только builder и дальше выбираем новую функцию, которую мы до этого не встречали, запрос where, то есть по какому-то условию мы хотим запросить. в нашем случае мы хотим запросить по имени. Заметьте, для того, чтобы передать имя в условие where, мы должны вызвать predicate, из импортированной папочки users с неймом. Да, то есть на чем я хочу здесь обратить внимание. and go строго нас заставляет указывать, по какому полю у нас происходит поиск. это очень строгая типизация. Мы здесь не пытаемся писать какие-то rough SQL. Это в отличие от многих ORM, которые вы можете встретить. and go пытается нас очень строго показать, с чем именно вы работаете. Вот это излишняя строгая типизация, конечно, может быть как плюсом, так и минусом, но в данном случае это преимущество ORM перед другими. Давайте посмотрим на следующий запрос. апдейт. Мы хотим обновить по какому-то условию какие-то поля. Здесь чуть-чуть усложнил я запрос поиска, чтобы посмотреть, как будет выглядеть несколько условий с end условием. Мы когда хотим сразу и по возрасту ограничения сделать, и по имени. Опять видим абсолютно строгую типизацию, внутри которых мы можем передать определенные типы данных. и давайте посмотрим на делиться. Все тоже классика. Выбираем билдер, условия и выполняем его. Отлично. С простыми запросами на самом деле просто везде. Плюс-минус. Какой бы вы сейчас инструмент не выбрали, а вот эти крут запросы, которые на самом деле чаще всего нам и нужны, они выполняются везде примерно одинаково легко и даже на чистом SQL. давайте немножко усложним наш запрос, попробуем посмотреть, как у нас будет работать с join'ами. Вот наша табличка. Я специально поэкспериментировал, взял, есть тренажер, называется School Academy. У них есть такая структура данных, можно сказать, школы. Тут есть объекты, предметы, списка учителей, временные промежутки, в которых происходят занятия, классы, расписание само по себе и студенты. И давайте сделаем такой запрос, который нам бы говорил, показывал бы сразу расписание 11 класса. Слева я представил этот запрос нере, то есть можете сильно не вчитываться, смысл в том, что нам надо из разных таблиц, которые мы прижойнили, выбрать определенные данные. То есть номина не класс, временные промежутки, кто учитель. Такие простые моменты. Самое, что стоит обратить внимание, то есть мы просто сделали четыре джойна по четырем разным таблицам. То есть мы к таблице шедуля добавили еще четыре таблички. И чтобы из каждой таблички что-то достать. Ну такой хороший, простой достаточно запрос. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть со стороны н. первое. Ну, конечно, мы должны использовать build query. Ну, это понятно. Следующее. Мы сделали условие, что мы хотим, чтобы у нас был расписание только одиннадцатого А-класса. Но мы же сейчас находимся, если посмотрим, у нас схема шедуля, расписание. А мы хотим фильтроваться по классу. Как это реализовано? Оказывается, уже сгенерированы методы для таких запросов. Мы говорим, что надо фильтровать по смежному таблице класс, когда мы находимся в шедуле. И указываем там имя класса. Не имя учителя, еще кого-то, а именно наименование класса. И указываем, что это одиннадцатый А. Все, мы отфильтровались. Это первый такой запросик. Пойдемте дальше. Потом мы хотим сказать, что нам нужна информация по классам, по расписанию, по учителям. Сейчас в запросе этого ничего нет. Мы лишь расписание отфильтровали по классу, но нам надо добавить дополнительную информацию. Поэтому мы добавляем с помощью конструкции бис нужную схему. То есть наша схема расписания должна содержать еще схему классов. Если мы пойдем дальше, посмотрим, но нам ведь от таблицы класса нужны не все поля, а только одно поле наименований. Чтобы упростить запрос, уменьшить количество данных, которые мы получаем от базы данных, это оптимизация, мы должны сделать select только одного поля name. В end это можно сделать передать в виз класс функцию, в которой можно выполнить такое указание, какое именно поле мы должны выбрать. Такие конструкции очень часто появляются в end, когда мы с ними работаем, приходится передавать какие-то анонимные функции внутри, для того, чтобы сделать какие-то пост-обработки при создании запроса. пойдем идти дальше. Добавим еще несколько таблиц, это предметы, временные промежутки и учителя по той же самой схеме, они, как видите, одинаковые. И, в общем-то, все. Уже сейчас можно посмотреть, что наш запрос выглядит по количеству строк кода точно так же, как и запрос SQL. И, в общем-то, и читаются достаточно тоже легко. То есть, когда мы более-менее научимся читать на Ngo, мы читаем и смотрим. Ну, по сложности одинаково. Но есть нюансы. Давайте на них посмотрим. Как выглядит SQL-запрос от Ngo, когда он так вот собрал? Очень просто. Он собирает запрос по расписанию, а потом собирает недостающий элемент. То есть, отдельно он собрал список предметов, список учителей, список временных промежутков, и потом это все объединил. То есть, вместо одного запроса мы получили четыре запроса, ну, и плюс какая-то постобработка вот этих четырех запросов. Можно сказать, ай-ай-ай, как так получилось, да? Давайте для этого обратимся к официальной документации и вот, что там написано, что на текущий момент времени Ngo не реализована этой технологией и ожидается оптимизация в будущем. Почему так происходит? Дело в том, что Ngo еще находится на нулевой мажорной версии, то есть она еще в активной разработке. И хотя эта активная разработка ведется уже несколько лет, да, и мы уже несколько лет активно применяем эту технологию и радуемся ей, по факту она еще не готова для, чтобы сказать, что у нас все реализовано, мы молодцы, такие хорошие. Поэтому прямо сейчас, да, для достижения того же результата в запросе приходится применять немножко другие подходы. давайте посмотрим, на какие имена. Дело в том, что мы можем при генерации добавить флаг 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 флагинов, да, одна из них, которая позволяет добавлять модифайр инструменты. Как это выглядит? очень просто. Сделаем опять наш запросик к схеме расписания, да, пилду, к квери, а дальше мы подключаем модифайр. После того, как мы этот флаг при генерации добавили, у нас появились новые изгенерированные куски кода, которые позволяют нам сделать модифайр запроса. И у нас внутри появляется селектор. Что этот селектор может сделать? Первое. По селектору мы можем получить конкретные таблицы, с которыми мы хотим работать. Смежные. Да, это классы, предметы, временное расписание учителя. Что стоит заметить? Пока самое интересное строгая типизация. Мы пока еще не ушли от строгой типизации, когда используем этот дополнительный механизм. Пойдемте дальше. Да, теперь мы хотим выбрать только те поля, которые нам интересны. Нам не надо все таблицы нам определенные поля вытащить. Мы говорим селек каких полей мы хотим сделать. Тут уже чуть сложнее. Я добавлял еще алиасы для простоты. Но глобально, если посмотрим, у нас все еще строгая типизация. Пойдемте дальше. Теперь нам надо сделать джойны. Мы теперь с помощью селектора делаем джойны по конкретным таблицам, указывая конкретные поля, опять используя абсолютную строгую типизацию. При этом мы теперь можем сделать условия при джойнах. Должны быть эквиваленты это поле должно эквивалент этому значению быть. Мы выбираем 11 степ. Уже сейчас видно, что код получается не таким простым, как мы его видели раньше. Он уже сложнее читается. Он требует больше внимания к себе. Хотя все еще я бы сказал по факту достаточно у него строгая типизация. и с ним все еще можно работать. Но благодаря такому подходу мы добились точно такого же результата, который был слева до этого. Один в один запросы получились. Может быть за исключением каких-то нюансов. Давайте здесь остановимся. Не будем сильно погружаться в сами запросы. И какие-то сделаем выводы. Я много раз говорил, что у нас строгая типизация. Я считаю, что это основное преимущество нашей ремки end, которую мы используем перед другими. Но есть недостатки. Любая обертка над SQL содержит какие-то правила, которые ограничат ее в создании оптимальных SQL-запросов. Какая бы обертка ни была, она немножко ограничивает. Нельзя сказать, что они совсем получаются плохие запросы, но они получаются не те, которые мы могли бы сделать, не используя этот инструмент. И здесь нам приходится с этим мириться. Пойдемте дальше. генерация генерация вспомогательный код. Одно из больших преимуществ над другими библиотеками тот факт, что мы можем добавить в код какие-то свои шаблоны, по которым будет генерироваться дополнительный код. То есть мы уйдем от какого-то скучного кода, который нам приходится руками все время делать и довериться его самой N, так как у нее есть структовая схема. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы указываем еще один флаг, указываем папочку с шаблончиками. И вот такой шаблончик справа нам показывает, что мы создаем файлик mygen.go, в котором мы выписываем список схем и список всех полей внутри этой схемы. При этом мы можем даже проверять их на является каким типом полем они являются. Скажу сразу, создание еще по своим шаблонам какого-то кода немножко сложная задача, когда приходится перестраивать свой мозг, работать с шаблончиками. Но это позволяет нам сделать следующее. Мы можем благодаря этому генерить REST код, какие-то мапперы, переходы, граф QL, код GRPC. Мы можем какой-то boilerplate код, то есть какие-то лишние коды скучные, которые нам приходится переделать, чтобы одну структуру в другую перекладывать. Все это генерится. Плюс мы можем генерить всякую документацию. Один из кейсов хотел вам рассказать на нашей работе, который мы реализовали с помощью генерации вспомогательных шаблонов. У нас была админка, которая была подключена к GraphQL через API DWA. API DWA общалась с сервисами по GRPC. И каждый сервис представлял какой-то API для того, чтобы админка могла работать с этими сервисами, с сущностями в этих сервисах. Так вот, вся эта связь от GraphQL до документации в виде GraphQL для админки до генерации всего кода была у нас до схемы данных была полностью сгенерирована. То есть изменение структуры базы данных нам обходилось бесплатно для админки. Мы поменяли структуру базы данных, перегенерили и в админке появлялись нужные методы в GraphQL. Для нас это было абсолютно бесплатно с стороны бэк. Абсолютно. Весь этот код, то есть сама схема GraphQL, мапперы перевода GraphQL в gRPC, gRPC схема, перевод gRPC в запросы в базу данных с пагинацией сложными схемами, все это делалось автоматически. Мы просто меняли схему. И после этого в админке был доступен новый механизм. Неважно в какой сервисе это изменится. Поэтому это очень мощный интересный механизм, с которым можно и нужно работать, когда вы используете ORM. ORM превращается в очень мощный инструмент помощи вам при разработке. И отсюда можно сделать следующий вывод. Первое. Действительно, если постараться, ORM, это ORM может ускорить процесс разработки. Действительно, может ускорить. В какой-то момент, когда превращается изменение схемы в бесплатное API, это очень комфортно, удобно и быстро. Но там есть огромное количество когнитивного сопротивления, связанное с созданием этих шаблонов, разбирательства, каких-то неочевидных багов, которые могут возникнуть. Приходится разбираться. К сожалению, приходится разбираться. это не самый простой спор. Но отдача очень приятная. И немножко хотел с озвездочкой поговорить про встроенные миграции. Дело в том, что сама END держала в себе идеологию, что она сама следит за состоянием базы данных, и вам не надо о ней думать. То есть вы забываете вообще о том, что такое миграция. Как она делалась? Она читала схемы, которые сейчас есть в коде, смотрела, что есть в базе данных, находила разногласия. Она делала план для того, что надо сделать в базе данных, выполняла какие-то миграции в базе данных, то есть изменения схемы, и продолжала с этим жить и работать. Это классная идея, но она не очень хорошо работала, в том плане, что не могла делать какие-то сложные вещи, поменять тип поля, еще какие-то нюансы. Сейчас очень тяжело вспомню все. Поэтому мы в своей работе отказались от автомиграции, используя стандартные механизмы, когда ручками писали и ускорили запросы в базу данных, для того, чтобы ее скорректировали. Но сейчас они начали работать над миграцией с помощью Atlas. Это как раз более классический подход, но он тоже автоматизирован. То есть когда находится разница между схемами и то, что есть в базе данных, создается схема миграции, которая хранится в директории. И вы можете посмотреть всю историю изменений. Это более интересный подход, но Atlas сейчас находится на ранней истории развития. Его надо сейчас аккуратно применять, если соберетесь. Мы пока еще не перешли. Мы на него смотрим, читаем про него, но пока еще не перешли в продуктовые разработки. И что бы я здесь хотел сказать. Автоматическая миграция это очень здорово. Действительно инструмент, который говорит о том, что перестать думать о миграциях, мы за тебя все подумаем. Но так как он не справляется со всеми положенными обязанностями, на самом деле пока это со звездочкой. Мы ждем, что инструмент станет лучше и в какой-то момент действительно позволит нам не думать о такой вещи, как миграция, потому что при любых других подходах нам приходится об этом задумываться. То есть мы пишем схемы миграции, может какие-то данные даты миграции, мы за этим следим. Если инструмент как ОРМК может сама за этим следить, это очень упрощает жизнь разработчика. За это ОРМК мы, конечно, и любим. Ну что ж, о чем я еще в этом докладе не рассказал. Дело в том, что ОРМК достаточно долго развивается, там есть очень интересные инструменты, там есть хуки на создание и удаление объектов. Она умеет работать с транзакцией, которые мы здесь не затронули. У ней сейчас появились инструменты, которые позволяют делать select for update, такие запросики. Она научилась работать с JSON-чиками в Postgres. Это очень вкусные, интересные вещи, с которыми приходится работать очень часто. В рамках доклада это в нас не влезло, но это все умеет. Поэтому рекомендую этот инструмент к ознакомлению. Ну спасибо всем, послушал. Если есть вопросы, задавайте